Летом 2017 года мною был опубликован первый ролик на тему «Рок против рэпа». Тогда я ещё не знал, что он станет началом целого сезона подобных видео, ведь разбирая ту или иную глобально спорную тему, всегда всплывает что-то ещё. Это я к чему. Тема «Раньше было лучше» также является одной из моих любимых. И почти всегда я строю своё повествование вокруг того, что «Раньше было раньше, а было было было». Берутся какие-нибудь громкие заявления, разбираются, затем контраргументируются. Сейчас не буду пересказывать, все ролики есть в открытом доступе. Ну вот, был денёк. Сидели мы как-то на стриме, где проходили по факту ничего не значащие тесты на выбор лучшего коллектива, лучшего рэпера, трека и так далее. В момент, когда выпала условная пара «Афинаш против Арии», у меня столько всего в голове пронеслось. Кипелов – превосходный певец, талантище. Но и Миша Калинин тоже хорош. Музыка. Классический металл против более самобытного и разнопланового звучания. Тексты. Кому как, но тут я однозначно за группу «Афинаш». По логике вещей надо кликать за них. А как же наследие? Становится ли хит, как вино, с годами только лучше? Именно в тот момент пришли эмпатия, идея для создания данного видео и желание не спорить, а просто порассуждать. Почему нам действительно кажется, что старые произведения априори считаются более значимыми, нежели современные? Почему у критиков группа Queen всегда и во всём хуже битлов? И почему заодно лишь мысль о том, что Noise MC является ничуть не менее крутым музыкантом, нежели, скажем, Курт Кобейн, вас очтут ни в чём не разбирающимся додикам. Единственная просьба – не делайте преждевременных выводов, постарайтесь досмотреть до конца. Погнали! Завтра в деревню на три дня? Слюдой? Сапоги резиновые взял? Там ты только струпа снимешь. Можно будет погрузиться в атмосферу деревенской жизни? Погрузишься в бабу в какую-нибудь? Сапоги с тебя сниму я. Беспринципные в деревне. В кино со 2 марта. Мы мёртвые дети из прошлого. Мы врываемся с этими клавишными, доведя до трепета пошлого. Как... Начать хотелось бы с позиционирования ролика, чтобы сразу задать верное настроение. Не конфликтное. Раньше зачастую у меня подгорала жепа с ностальголиков и раньше баломанов. А как? Как может не выбесить человек уверенность, что именно он был рождён в эпоху гениев? Йоу, Моргенштейн крутой! Да иди задницу! Крутыми были Сектор Газа, вот где настоящая музыка! Да, в очко идите Утёсов и Шаляпин, это да, а вы абреганнов каких-то слушаете. Понимаете? И так вплоть до момента... Чуваки, я вообще застал первый шум деревьев. Это было нечто. Вот это симфония. Но сейчас хочется именно порассуждать. Спокойно, взвешенно, и с долей понимания. Надеюсь, с обеих сторон. Ведь связь поколений – важная штука. Изменит ли моё видео что-то в глобальном смысле – нет. Но и совсем в бесполезные явления подобные ролики записывать так же не стоит. Об этом в конце. Некоторые из вас могли заметить, как в моих работах, вышедших за последнее время, стала частенько упоминаться тема критики. Дело в том, что перед созданием вот этого вот обзора я углубился в данную сферу, вычитывая всевозможные статьи и рецензии. И знаете, что я заметил? У профессиональных критиков и диванных очень много общего. Небольшая ремарка я не обобщаю. Есть люди, способные понять и разобраться, дабы вынести какой-то дельный вердикт. Но есть и те, кто откровенно подбивает якобы объективные факторы под свою вкусовщину. Одна из причин ненависти к венам, а я напомню, их первое время люто недолюбливали, это внезапно свалившаяся популярность. То же самое было и с Ладзеппалин. И давайте честно, вы ведь замечали за собой или в ком-то из своего окружения подобную черту. Понятно, почему, когда тот или иной артист выстреливает, критики становится больше, потому что о нем узнает гораздо больше людей. Но вместе с тем, критика становится еще и более агрессивной, ибо есть желание принизить чужие заслуги. Я про внезапный синдром адвоката. Допустим, я, несмотря на день рождения в феврале, с возрастом немного разлюбил зиму. Холодно, скользко, слякоть, одеваешься как луковица и так далее. Но если при мне кто-то скажет «Зима, отстой!», тут же захочется поспорить. Ну нет, чувак, ну погоди, а как же Новый год? Первый снег, вот эта вся романтика. Это человеческая натура, ровно такая же, как и желание окружающих все обесценивать. Это для обывателей музыканты выстреливают внезапно, но для них самих нет. Вау, мы теперь продаемся. И подходишь к продавцу и спрашиваешь, ну что, вышел новый альбом Queen? Они такие, что? Ждать приходится долго. Смешно было читать журналы после выхода этого альбома, которые писали про нас так. «Пантера», группа неожиданно получившая сенсационный успех. Ха, неожиданно. Да мы до этого четыре года рвали жопу в непрекращающихся турне. А до турне семь лет выступали по разным клубам. С годами я почему-то стал ненавидеть слово «переоценён». Видимо, проблема не в этимологии, а в не всегда верном использовании. Недооценён – окей, но меня шкалит, когда я встречаю какие-нибудь видео в духе «Парень круто сыграл в переходе на скрипке». Потому что я заранее знаю, какими будут самые залайканные комментарии. Но, во-первых, а что люди, кроме нытья на диване, делают для того, чтобы поддержать талантливых ребят? Поэтому я и говорю про «недооценён». Талантов среди малоизвестных деятелей предостаточно. И всё же, 90% тех, кто пишет подобное, ограничиваются лишь недовольствами. Сходи на концерт, купи мерч. Окей, и без денег можно. Добавь альбом перспективного чувака в избранное. Поставь лайк, дай немного трафика. Но нет, я лучше в миллиардный раз напишу про Бузову или Моргенштерна, будто это что-то изменит. Это во-первых. Во-вторых. А почему мы не учитываем степень вовлечённости и стремления самих людей, что не могут заявить о себе? Вернее, почему мы умаляем заслуги тех, кому удалось? Согласен, зачастую решает везение. Но не всегда. Я лично знал чувака, который сходу мог подобрать любую мелодию и сам что-нибудь сочинить. Но всё, что он любил делать, это... Спать на вписках. Взять того же Моргенштерна, которого многие так ненавидят. Он тоже играл в переходах, чтобы потом на эти деньги купить пивка. Потом начал записывать какие-то треки, завёл канал на ютюбе, начал эпатировать и вот, чувак взлетел. Окей, позже пошли слухи, что у него богатая мама и всё в таком духе, но раскрутился-то он именно через ютюб. Он даже не новый формат для этого использовал. Итак, что же мы будем делать? Мы будем брать какого-нибудь популярного артиста, создавать трек в его стиле за 5 минут, а затем снимать клип, тоже за 5 минут. Вам может не нравиться его творчество, вы можете не считать его музыкантом, дело вкуса, но он хорош в маркетинге. И тот факт, что Алишера знают и порицают, лишь подтверждает это. Посмотрите с другой стороны. Каждый комментарий о нём, каждый лайк — это игра по его правилам. Как говорится, любите меня или ненавидьте, главное, не относитесь ко мне равнодушно. Он, как бы, ну, не совсем такой. Он, скорее, такой. У меня была цель просто захватить всеобщее внимание. Сейчас на территории России и СНГ меня знают все, а теперь этим вниманием я уже могу как пластилинчиком лепить. Вот, 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 да. Да? Да, да, да. Поэтому смотрите шире, дорогие друзья, смотрите шире. Но чтобы люди продвигали его своим негодованием, он выводит их на эмоции. Вы уверены, что эти таланты из Переходов точно так же выпрыгивают из штанов, чтобы заявить о себе? Точно так же, как Шура. Это сейчас пишут. Вау, вот это артист, какой он крутой, да современным звёздам до него ого-го-го-го. Сколько нас с тобой небо селело. А раньше что про него говорили? Да вы только посмотрите на этот... Господи, что выступать больше некому. Если вы скажете, что вам нравятся хиты проекта «Руки вверх», скорее всего вас никто осуждать не станет. Ну, потому что ностальгия, молодость, да и сейчас они свежо звучат. Но если вы скажете, что вам нравятся песни тех же «Братьев Гаязовых», Ждите целую сотню объяснений, почему вы не правы. Но по факту, разложив треки на критерии, мы заметим, что они не такие уж и разные. Вокалы там и там звучит, тембр — это вкусовщина, продакшн — солидный. Быть может, тексты? Ну... Он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме о тебе напомнят. До встречи на танцполе, там алкоголь, тока, сколи. Музыка нас всех спасёт, отвезёт нас по домам, весь танцпол таких, как я, и все хотят сходить с ума. Что то поп-музыка, что то поп-музыка. Но знаете, почему руки вверх круче? Потому что... ностальгия. Это бесконечный цикл. Люди негодовали, что вот эта вот ссаная нирвана убила настоящую рок-музыку. Ганзен Роуза скручився. Крю. Да. Дефлэп. А потом Кобейн сапляк пришёл и всё испортил. Эксел ненавидел Кобейна. Мастейн называл Роуза последней настоящей рок-звездой. Критики сравнивали Квинов с Бетлами и всегда не в пользу королевы. Самих Бетлов какое-то время обвиняли в жалком подражании Чаку Берри. И не просто так. У них и произведения, похожие, встречались. И Леннон сам говорил, если бы вы попробовали дать рок-н-роллу другое имя, то можно было бы назвать его Чак Берри. Я столько грёз посеял и столько нервов жёл. Ммм, Тальков. Для кого-то Игорь Владимирович и Кона, вы только вслушаетесь в эти шедевры. В страну нет дураков, а гений нет. А для кого-то он главный плагиатор своего времени. Кона старого уроки. И бродячие артисты. Летний дождь. Начался сегодня рано. Мы не знаем, где мы идем. Но, гений, таких уже не будет. Не то, что эти ваши. У меня нет проблем с тем, что кому-то нравится Тальков. Да и вообще, кто бы то ни было. У меня проблемы с тем, когда люди превозносят свои вкусы, именно вкусы, принижая чужие предпочтения. Сейчас я скажу то, что кому-то покажется дикостью, а иные и вовсе обвинят в полнейшей профанации и так далее. Тем не менее. Песни того же Ной за МС нравятся мне гораздо больше песен тех же Бетлов. Да, он не умер на пике. Да, ему не 80 лет. Но его творчество откликается во мне. И это самое главное. Я не говорю, что он лучше. А в плане влияния их даже нельзя сравнивать. Ну, просто нравится. И разве мы любим музыку не за это? Чтобы вы понимали, я дописывал этот сценарий 20 февраля, в день рождения Курта Кобейна. Вот тематический пост в паблике. А вот комментарий. Я даже и не рассчитывал на такой козырный наглядный пример. Прям два в одном. Не знаю, какое именно настроение в это вкладывал автор, но, как минимум, подобные мнения в головах есть. Сложность тоже фактор, который пускают в дело на протяжении многих лет непонятно зачем. Seven Nation Army. Простецкий риф. Все та же Smells Like Teen Spirit. Простецкий риф. Walk. Простецкий риф. Пачка сигарет. Простые аккорды. Кому не пофиг на сложность? Тем более, это относительное. Знаете кому? Людям с якобы элитарным вкусом. Существует теория, согласно которой классическая музыка та самая. Была чем-то вроде разновидности... Вы ебенов, прошу прощения. У классической музыки есть определенный имидж. Его сформировали в том числе и сами композиторы и музыканты. И они его формировали, формировали, но особо об этом не думали. То есть те старые эпохи, когда эта музыка была, в общем, как общая музыка. Там была и площадная, которая больше считается как поп-музыка того времени. Но в целом, в эпоху барокко классицизма, особо так не носились с этой классической музыкой. Композитор не чувствовал себя таким, вот я пишу классическую музыку, она останется в веках. Я такой ответственный и все такое. А вот в двадцатом веке случилась такая история. Мне кажется, что там сокрыта обида. То есть в тот момент, когда язык у композиторов усложнился по разным причинам, они словили тревогу, что все уже написано, что там из нот уже все состоит. Короче, промышленные революции случились. Они хотели как лучше, они хотели по-новому. Народ почесал репу и не оценил. И композиторы, они такие, да? Так вы не оценили, потому что музыка эта, она элитарная, она умная. Вот как бы, типа, вы понимаете? А вы, вы не очень. И все пошли слушать джаз. Ну, то есть я очень в грубых цветах представляю себе эту ситуацию так. И дальше этот образ, он стал наверчиваться, накручиваться. Это все-таки эстетика традиций, которые вот остаются в веках. Это абсолютно, знаешь, как бы даже филармонический зал, с которым ничего не происходит. Вот он как бы с красными креслами, так он стоит с красными креслами. Вот. И музыканты, в том числе для того, чтобы поддерживать ощущение важности собственной жизни, того, что они делают это не зря, учились 20 лет не зря, вот это вот все не зря, они как бы выстраивают вокруг себя такой стеклянный купол самозащиты. То есть вы не понимаете то, что я делаю не потому, что это я вот не знаю ваших потребностей, например, а потому, что это вот элитарная история, вот это музейная история, это не для всех. Ну, на самом деле это неправда. Это просто дело имиджа. Так сложилось. Вот я как бы по-другому все это дело воспринимаю, и не то, чтобы иметь амбицию это исправить, а я просто рассказываю людям, как я это понимаю, и они такие, ну блин, да, это походу так работает. То есть это такая же музыка, которую можно утилитарно использовать для улучшения своей жизни. И ладно я, я всегда говорил, что мой канал в большинстве своем базируется на интуитивном уровне. Этот человек действительно разбирается. И представляете, у нее почему-то проблем с Алишером нет. Поэтому я и прошу разделять субъективное «мне не нравится» и якобы объективное «это плохо». Группа Лимбискит, обожаемая многими фанатами, это чуть ли не квинтэссенция баланса между похуизмом, как говорится, Лимбискит стилсакс, и крутым узлом. Это, кстати, Зак Уайлд, крутейший гитарист, который эмоционально посылает в очко лимпов вместе с их фанатами. Но ирония в том, что лимпы тоже намеренно эпатировали, скармливая людям тонны вторичного материала, высмеивая претенциозность. Никого не напоминает? Дай мне неделю, я покажу, что такое настоящий рок-н-ролл. Их третий альбом назывался «Шоколадная морская звезда и газированная вода со вкусом хот-дога», где «Шоколадная морская звезда» — это... анус. О, мой Бог! Полагаю, многим из вас нравятся хиты «Бисквитов». А всё не так просто. Мы та группа, которую все ненавидят. Так уж вышло. В каждом музыкальном течении есть группа, которую больше всего не любят. Гранж полностью истребил длинноволосых хард-рокеров. Нас, конечно, не убил, но отбросил на задний план. Ну а после этого появилась новая музыка, типа «Лимбискит». Стиль нью-метал очень часто считают слиянием современного рока, рэпа, пьюжина. Иногда кое-кто даже добавляет диджеевскую вертушку с ёрзающей пластинкой. А вы, мужики, что думаете про этот современный стиль? Вам что-нибудь нравится? Только не нью-метал. Если вы про рэп-метал, то рэп-метал — это полное говно. Да без трэша никакого нью-металла вообще бы не было. Хоть мне и противно это говорить, но я как истинный металист. Да и все настоящие металлисты так думают. Считаю, что вот этот нью-метал — это не металл. Это нью-металл. Началось с того, что стали совмещать рэп, метал, фьюжин, и потом всё это назвали нью-метал. Нью-метал. Надпись нью-метал — говно. Не путайте с нью-метал. Н-Е-Ю. Как новый. Моцарт был любителем пошутить про говно. Согласно запискам и личным письмам, сортирный юмор в их семье считался нормой. Он даже сочинял небольшие произведения с названиями вроде «Полежи мне задницу» и так далее. Почитайте сами. Так что даже сам Вольфганг Амадей, сын самого Леопольда, критиковался и порицался снобами своего времени. Он был им слишком несерьёзным. Забавно, как во всех этих спорах фанаты, превознося своих кумиров, сами по сути им и перечат. Как-то раз Андрей Князев, известный большинству как участник группы «Король и Шут», выступил с группой «Кис-Кис». И что вы думаете? Ты разбил мне сердце. Это было больно. Но не так больно, как твой поступок. Кто-то считает, что там группа «Кис-Кис», например, это там попсе относятся. А почему попсе-то, с чего вы взяли? Попса это, извините меня, там, мустовые, блин. Что там, посмотрите формат. Вот где попса живёт, блин. Здесь другая тема, понимаете. Себя ограничивает человек, который ничего не хочет, а просто сказал, что я в домике. Это же, знаете, психологическая защита. Значит, смотрите, рок-музыка – это музыка, расширяющая пространство и границы человеческого восприятия. Что отличает рок-слушателя от гопника? То, что рок-музыкант слушает много музыки и расширяет свои границы. А гопник – это тот, который упирается в какую-то одну хрень и больше ничего не знает, и, главное, знать не хочет. И ещё ненавидит тех, кто развиваются. Так вот, рок и развитие, я считаю, что это вещи абсолютно совместимые. Если бы Миша был жив, ну, это же я его друг, да? Мне виднее. Если бы, например, на моём месте был Миша, он бы, вполне возможно, тоже с девчонками бы спел. Ну, потому что, как вы прокомментируете, например, ситуацию, что Миша спел с Пелагей, да? Как? А с Юлией Коган то, что он пригласил её в тот, да? Понимаете? Рамштайн хотят делать иначе. Они пробуют, они экспериментируют. До сих пор. Тиль с автотюном, господи! Меня, как фаната, это радует. Но нет, скатились, уже не те, умерли после мутор. Я к тому, что тезис «Старые хиты круче новых» действует даже в рамках тех групп, которые приводятся как аргумент в спорах об эпохах. И получается, что старая музыка всегда и во всём круче новой, но и музыка самих этих представителей старой музыки стала говном со временем. Вот так. Для кого-то Металлика умерла вместе с Клиффом. А для кого-то чёрный альбом, их пиковая форма. А самое интересное, что наши ровесники становятся очередными представителями подобных недовольств. Ох уж эта новая школа, ну что за бред они горланят. Да я красивый как сука, на мне капуста как чука. То ли дело был первый класс, вот трек и всех ебал. Это да. Бегал, бегал и все перекнал. А ты всё день и ночью п***ка взлазал. А знаете почему фаны рэпа выкупали класса и не выкупали фейса? Потому что постарели. Сейчас будет утрировано, но наглядно. Фанаты Уджибуды – это школьники, на которых наезжают уже подросшие школьники-фанаты первого класса, на которых наезжали школьники, которые росли на красной плесени, на которых наезжали те, кто рос на ком-то ещё. То есть ты кого-то ненавидел, потому что тебя не понимали, а сам в итоге становишься точно таким же. Ломоносов – великий учёный, гений, который ещё и стихи писал. Критиковали ли его? Да. Знаете кто? Пушкин. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его – писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии. А Фадей Булгарин, журналист и критик, занимался чуть ли не натуральной травлей самого Пушкина. Если будет время и желание, поищите статьи, там очень интересно. Итак, из поколения в поколение. Нам стоит научиться делать неочевидные выводы, которые вытекают из явных проблем. К великому сожалению, музыкальная индустрия в СНГ даже близко не так развита, как на Западе, поэтому любые малейшие проблески надо наоборот поддерживать. Допустим, вот самый такой провокационный пример – Инстасамка. Я вообще делаю, что хочу. Хочу им план, ты звоню врачу. Как музыкальный проект 50 на 50. Да, есть прикольные треки, но и плагиата просто дофигища. И всё же, неужели её вклад нулевой? Нет, взять те же клипы. Музыка, помимо творческих составляющих, это ещё и бизнес. Всё приятнее в красивой обёртке. Вот самые популярные клипы Аббы. Стоим-выступаем, стоим-записываем, стоим-поём. Окей, им достаточно, они гении. Imagine there's no heaven. Леннон просто, сука, полторы минуты идёт к своему дому, где потом ещё две минуты сидит, играет за роялем. Но Леннон как бы тоже ого-го. Поэтому, Westlife. Они идут. Они идут. И они идут. Им всем достаточно, потому что музыка крутая. Кто-то запаривался, а кто-то не особо. Но сейчас, в динамичном, ярком мире, нужен хороший визуал. И Инстасамка одна из тех, кто вводит моду на подобное. Что-что, а клипы у неё огонь. Пока особо умные не начали писать «Сравнил Лена на Инстасамку?» Объясню. Это и плюс, и минус. Минус, что не у всех есть деньги на такие клипы. Плюс, конкуренция, мотивация для более креативного подхода. Когда мне та или иная группа пишет насчёт рекламы, я прошу скинуть какие-нибудь ролики для заполнения видеоряда. И почти всегда присылаются работы, подписанные как Official Video, клип 2022. Где чуваки просто стоят в одной комнате и играют. Вспомните клип Хаски, 7 октября. Одна локация, одно действие. Всё. Сложнейшая тема гениально раскрыта. Хотя бы появляется дополнительный шанс зацепить слушателя чем-то ещё. Может быть не музыкой, может быть не текстом, но хотя бы чем-то стилёвым в плане визуала. А потом, глядишь, и с остальным получше станет. Вопрос к поколению постарше. Мы нередко слышим, что Советский Союз, лучшая эпоха, лучшие артисты, лучшее время. Согласен, тогда вы истину хватало талантов. Но вы хотя бы изучали матчасть? Вы критикуете современных ребят, ссылаясь на того же Талькова, в то время как сам Тальков пел Вот так, вот так, живут Америка с Европой, вот так, вот так, а у нас всё через... Думаю, рифму добьёте сами. Неужели и тогда были причины повозмущаться? О, и так кучу всего наговорил, причём по всем фронтам, поэтому постараюсь лаконично. Объективно, старые песни не лучше новых. Они просто другие. Субъективное восприятие не истина. Да и вообще, если на то пошло, какая разница, кем написана песня, насколько она сложная, зачем сравнивать только, чтобы унизить? Зачем выбирать? Захотел, послушал что-нибудь лайтовенькое. Захотел, послушал тул. Разнообразие, это же круто. Как тогда уже не будет? Есть здесь и сейчас, в котором также талантов предостаточно. Стоит только вылезти из раковины. Я много приводил в пример Моргенштерна, потому что он стал олицетворением того, что всех бесит, но вот вам на подумать. Алишер эпатирует, Лемпы эпатируют, Фредди эпатировал. Каждый по-своему, каждый в рамках своего времени и направления. Да, они разные, и приемы у них разные, но брюзжащие на них люди всегда одинаковы. Отложите в сторону мысль про «Как ты посмел их сравнить?» В данном контексте мы лишь звено в цепи отрицания. И эта цепь не станет, короче, до тех пор, пока в людях не появится чуть больше понимания, ведь далеко не в последнюю очередь мы любим песни за ассоциации, за ностальгию. Эх, сектор газа, моя молодость. Но наверняка ведь были и те, кто говорил, ну ты слушаешь, ну полнейшую хреню, давай честно. Все заебло, заебло, заебло. Но это часть 2, с которой вы дорожите. Точно так же, как кто-то ассоциирует свою жизнь с работами того же Вани. Выходит, тут дело больше в эгоизме, нежели в любви к музыке. Она здесь лишь предлог, чтобы превознести свой вкус на фоне чужого. Отсюда и попытки стравливать мораль и смысл. Ответьте себе сами на вопрос, вы любите музыку или вы потребляете музыку? Закончу цитатой Эммануила Канта. Прекрасно то, что нравится независимо от смысла. А теперь к тому, о чем говорилось в самом начале. Надеюсь, искренне надеюсь, что это мой последний обзор на подобную тему. Я и так делал все, что мог. Но в ближайшее время выйдет еще один ролик с ответами на критику моего подхода. Дескать, такие видео не несут в себе никакого смысла. Финальный эпизод, так сказать. Ну а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока. Руина, скорби, звездной пустоты.